Мы на фестивале воздушных змеев. Здесь такая красота, ветер как раз что надо. Специально, чтобы как раз погода шепчет, чтобы змеев запускать. И он проходит на Аспаруховском пляже, на нашем горе. Аспарухово сегодня и завтра проходит международный фестиваль в воздушном змеи. Ах, это картинка со змеями. Видите, они какие интересные. Значит, в этом чемпионате у нас участвуют в этом году Турция, Болгария, конечно, Украина, точка и страны, я не помню. Но очень печально, что у нас участвует Россия. В программе, сейчас еще море покажу, тоже. В программе вот эти машины, которые приезжают на пляж. И сегодня конкретно еще и на мероприятие, связанное с воздушными змеями. Ой, вот там вон мишка. Почти что олимпийский. Какой-то голубого цвета. Голубого цвета и более худой. Может быть, его еще не очень видно, но мы тут отрежемся и идем в ту сторону. Значит, вот здесь вот машины оставляют прямо около пляжа. Ветерок – это знаменитый варганский легкий бриз. Ветер не сильный. Ветер очень приятный, потому что, когда вы находитесь на пляже, он вас обдувает. И по этому поводу не так становится жарко. Вот сейчас я вам зрителей уже показываю. Ага, мы подходим, здесь уже музыка. Вот. И участники, вот видите, они крутят там веревочки. Бабочка летает. Ой, кальмар. Ой, вот и ребенок. Посмотрите, вы видите? У него участник. Вот у него такой змей с ольбом. Посмотрите, юный участник. И как у него здорово получается. Супер! Супер управление! Голку Години. Две. Две? Да. Две Години? Слушайте, это можно вообще... Вы посмотрите, как он управляет змеем. В два года! Я в 52 так не могу. Вот это класс! А зовут как? Как Сиказовым? Михаил. Михаил? Да. А сам говорить умеешь? Да. Скажи что-то. Да. Да. Ну, не многословный, как настоящий мужчина. И папа, просто копия папы. Вот такие тут чудеса. А из Варновы? Да, да. Успехов! Успехов! Так. Вы смотрите, еще кальмар летает. Ой, дальше что-то два, что ли, кальмара. А, вот еще девочка у нас управляет тоже змеями. Ну, вот такие вот чудеса. Так, значит, пока вы тут любуетесь, я еще кратенько расскажу о том, какие возможности для отдыха в Болгарии могу открыть вам я. Ну, прежде всего рассказать то, ой, а там так много всяких мелких. Пойдем туда посмотрим. Покажем. Вот. Значит, прежде всего, конечно, я знаю такую информацию, которую вы не получите ни в какой туристической фирме, ни у своих знакомых, да. Ну, просто потому, что я здесь очень много живу, очень много общаюсь, очень много где бываю. И, соответственно, мы бы каждому из вас давать какую-то, ну, какую-то программу составлять, да, та, которая будет вам интересна. В апартаменте, который мы бы сдаем, можно просто жить с семьей, отдыхать, ну, ходить на пляж, то есть вот это такой пляжный отдых. Вот. А можно еще и поездить, что-то посмотреть в Болгарии, то, что вас интересует. Причем, вот смотрите, например, вчера мы съездили на экскурсию в город Булгас. Это два часа примерно от варны, то есть для москвича это вообще ничто, да. Утром вы уехали, вечером вы уже посмотрели, получили впечатление, вернулись и купаетесь в море, уж на идти дома. Так вот, еще один такой момент. Значит, например, если от Варны до Булгаса вы поедете на рейсовом автобусе, там вот много маленьких, вероятно, ну да, там тоже стоят детишки своими змеями, тут вот, видите, управляют, показывают свои таланты. Так вот, значит, за два часа вы приезжаете, получаете впечатление от осмотра древней римской бани, которую восстановил тот самый всемирно известный, теперь уже по фильмам нам, Сулейман Великолепный. И восстановил ее именно потому, что эти годы помогли ему свое здоровье вернуть. Вот дальше побывали на фестивале песчаных фигур в Бургасе, который я вам показала вчера в прямом эфире, оттуда давала репортаж, и все это нам обошлось в 7,5 евро. Еще и обед был во время экскурсии. Значит, если вы поедете на рейсовом автобусе от Варна до Бургаса, вы только за билет на автобусе заплатите 14, то есть 7 евро получается, если в евро. Ну вот, это я вам раскрыла такой один аспектик, да, так что, пожалуйста, если вы хотите действительно хорошо отдохнуть на море, получить массу впечатлений, то забудьте про свой Old Exclusive, обращайтесь к нам, планируя свой отдых. Вот, кстати, здесь прекрасно совершенно время, вот я говорю, август слишком жаркий получился в этом году, что-то, по крайней мере, сейчас я обещаю такое же. А вот сентябрь просто великолепный месяц. Так что обращайтесь, всегда вам поможем. Четыре года! Ну, класс! Просто супер! Слушайте, а вполне такие цены приличные. Два с половиной евро и четыре евро в диапазон. Запасы у них много, на целый день хватит. Какие-то большие. Это большие. Вот здесь вот показывают какие-либо, прям для себя. Здорово, где-либо. Это уже по двадцать восемь, лево, точно по-слево, да? Ну, здесь подороже, здесь подешевле, по-меньшему. А это что-то, смотри, какая прям... Это сумочка, вот это. Ну, это такой парашют, это который по морю, что ли, халит? Не, ну это он сам или просто сам? А, ну сам, видимо, вот. То есть это сколько, подожди, пятьдесят пять лево, это значит у нас на два делим два евро получаем. Ага, ну замечательно. А здесь, вот смотри, здесь профессиональные продаются. Профессиональные змеи? Ну да, видите, тоже для управлять, для соревнований только. Для соревнований настоящих. Ну, на жестку уже. У кассового аппарата присутствуют. Всегда под десять лево. Ну, по-менялу, самым лайсимом. Майка и машинка есть. Все серьезно. Субтитры создавал DimaTorzok